Девушки отдыхают По брутальный бизнесмен, а сын эстрадный танцор, понимания между ними наверняка не возникнет. Тем более, что отец уверен вертеть задом на сцене недостойные занятия для его сына. Если бы он хотел обозначить выгодоприобретателем свою жену, он это указал бы в завещании. Но он этого не сделал. Страховка – это не наследство. Как делить ее, непонятно. Особенно, если есть завещание на все остальное имущество. Я просто увидел, произошло выражение, как он мочится на кухне, в раклину. Не говоря, грез от носка. Придумывает просто на ходу. Просто какой-то кошмар. С появлением нового мужа у мамы семья дочери хочет принудительно разменять удобную четырехкомнатную квартиру. Как матери не допустить разрушения семейного гнезда? Оставайтесь с нами. Заявитель Максим Надейкин подает в суд заявление с требованием об объявлении себя полностью дееспособным. Заинтересованное лицо Николай Надейкин, отец заявителя, с заявлением не согласен. И считает, что его 16-летний сын попал под влияние развратной женщины. Пожалуйста, заявитель, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу суд полностью удовлетворить мое заявление и признать меня дееспособным на основании статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия согласия родителей. Дело в том, что я не мыслю себя без танца, Ваша честь. Несмотря на то, что мне всего лишь 16 лет, я занимаюсь этим уже 10 лет. И занимаюсь профессионально, занимаюсь в коллективе, который получает деньги. У меня даже есть договор, по которому я получаю деньги. Мало того, у меня есть квартира. Ну, которую я унаследовал от матери, которая у меня, к сожалению, умерла около года назад. И я не нуждаюсь в каком-то там чем-то попечительстве, чтобы за меня несли ответственность. А тут вдруг, ни с того ни с сего, появился на горизонте мой отец. Мама развелась с ним около 11 лет назад, и... Ну, он платил на алименты. Что же появился? Я обеспечивал все это время твою жизнь. Он платил на алименты, я с тех пор его ни разу не видел, Ваша честь. Он появился и стал из себя выделывать хозяина моей жизни. То есть он считает, что это не дело... Да ты молодой жизни не знаешь, Максим. Что не делаю это парню скакать на сцене, что весь шоу-бизнес это сплошные гомосексуалисты, и что я должен учиться там, где он скажет, и ехать туда, где он скажет. Но я не собираюсь бросать свое любимое дело, мало того. Я собираюсь поступать в то учебное заведение, в котором я... Окончив которое, я смогу быть сам режиссером и ставить те шоу, которые я сам хочу. И мое требование, я хочу снять с него этот груз ответственности, Ваша честь. Хорошее требование. Снимите, пожалуйста, с моего папы груз ответственности. Я хочу снять с него груз ответственности и признать меня полностью дееспособным на основании статьи 27 Гражданской области. Понятно. Будьте добры, пожалуйста. Мне необходимо... У вас трудовой контракт, вы работаете, да? Значит, мне необходим трудовой контракт, свидетельство о рождении, документы на квартиру через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Прошу вас. Ваша честь. Вот сейчас это не он говорил, это говорил влюбленный пацан, который вообще жизни не знает. Абсолютно. Я сейчас вам расскажу. То есть после смерти его матери, моей бывшей жены, я сразу предпринял попытки найти его. Приехал в Москву, но не нашел его по этому адресу. Это не твое дело. У меня была работа и жизнь тяжелая. Это всем известно, что танцоры, певцы, люди, мягко говоря, не совсем традиционные. Вы не опугаете. Вы когда говорите всем известно, вы включены в круг всем известно. Но понимаете, человек может делать утверждение, если он точно сам об этом знает. Не из телевизора, не из газет, не из формулировки, всем известно. Ну хорошо, Нуреев был нетрадиционной ориентацией. Да, он этого и не скрывал. Так вот, я не хочу, чтобы был второй Нуреев. Это мой сын. И у меня есть сведения о рождении, что он мой сын. Что вы говорите? Ему 16 лет. И более того, ваша честь... Вся 11 лет я стал твоим сыном. Да ты был всегда... Ой, так это ваше единственное опасение? Нет, ваша честь. У меня есть сведения о том, что не проживая в своей квартире, которая досталась ему по наследству от его матери, он живет у руководительницы своего так называемого танцевального ансамбля. Руководительницы? Ци. Это она? Она. И причем живет с ней. Судя по той информации, которую я в итоге нашел, а почерпнул я из его дневника на самом деле, когда его искал, я рылся несколько, скажу сказать, в его документах. Ты же в чужих вещах родишься. А как ты хотел? Я должен был тебя найти. Я не спрашиваю, с кем ты живешь и где живешь. Ты пропал в Москве. Ты пропал в Москве. Нет, подождите, подождите. Тогда я вообще не понимаю. И здесь в этой книге написана вся любовь, которая сейчас в нем говорит. Простите, я чужих дневников не читаю, но в исключительных случаях, когда это требуется. Я сейчас такого случая не вижу. Дело в том, что вы просто хочу, чтобы вы мне дали сейчас четкое пояснение. С одной стороны, вы утверждаете, что вы, зная точно, что в шоу-бизнесе, как вы сказали, люди склоняются, я имею в виду мужчин, не в ту область, как вы это назвали, привели мне пример с Нуриевым, сказали, что вы не хотите, чтобы ваш сын был подобен Нуриеву, имея в виду сексуальную ориентацию. С другой стороны, вы мне сейчас приводите ситуацию, при которой утверждаете, что, естественно, состоит в интимных отношениях с руководительницей своего ансамбля. Правильно. Значит, тогда, если ваш сын, простите, что я сейчас вынуждена об этом говорить, как вы утверждаете, состоит в интимных отношениях с руководительницей своего ансамбля, это исключает ваши первые возражения. Совершенно нет, потому что эта руководительница старше, чем его мать покойная. Ты понял, Максим? Ну тогда, простите меня, пожалуйста. Она намного скажет, она его собратила. Но если ваш сын проживает с женщиной, это исключает его склонность к гомосексуализму. Ваша честь, помимо того, что он несовершеннолетний, живет со взрослой женщиной, которая в материи ему годится, муж этой женщины, бывший муж этой женщины, был осужден за педофилию. У них там целое кодло, понимаете? И это дело не простое, а по поводу ее бывшего мужа заведено уголовное дело. И он сейчас проходит по уголовному делу о совращении малолетних. И она тоже совращает малолетних. Простите, пожалуйста, но ваш сын к мужу никакого отношения не имеет? Он был руководителем, прежний руководитель, он был руководителем их коллектива. Он никакого, он не проходит свидетелем, потерпевшим по этому делу, нет? Ну, которое возбуждено. Он был руководителем его ансамбля? Да нет, я спрашиваю сейчас про вашего сына. Он вот не проходит. Понятно. Мне, пожалуйста, свидетельство о рождении ребенка. И будьте добры, пожалуйста. Нет, мне дневник, я сказала. Я читать это не могу. А на самом деле здесь вся информация. Читайте сам. Значит, будьте добры, пожалуйста. Мы еще потом посмотрим. Скажите, алименты, которые вы выплачивали на содержание ребенка, сколько составляли? Согласно закону, 25% от моего дохода. Сколько это было в денежной форме? У меня разная была зарплата, я получал неплохо. Сколько это было в денежной форме? Да это было от 10 до 12 тысяч. От 10 до 12 тысяч рублей. Пожалуйста. Ваша честь. Да, конечно, дело еще то. Но мы в данном случае на стороне Максима. У нас следующая аргументация. Во-первых, то, что человек зарабатывает, имеет трудовой контракт. То, что он может себя обеспечить полностью, материально. Что у человека есть жилье. Это, безусловно, говорит, действительно, что можно ставить вопрос об эмансипации. Да что зарабатывает? Ему 16 лет. Подождите, отец. А теперь следующая ситуация. Простите, пожалуйста, для папы поясню. У нас возраст полового согласия, так называемый, который в законодательстве существует, 16 лет. Продолжайте, пожалуйста. Теперь дальше. По поводу как раз папы. Понятна его озабоченность, да, сын, и вот его тревога, и все такое. Но я хочу сказать, что 11 лет не видеть сына, не приезжать, не интересоваться хотя бы вот даже по телефону. Да вы знаете, где он живет, орган опеки? Где живет? Отсюда. Можно везде, даже с любой точки Саляске позвонить, в Москву и дозвониться. Мальчик не знает отца. Он вообще его не знает, кроме того, что он де-факто есть. И он уже вот в силу такого напора, он просто его боится. Потому что, ну, неприемлемо, то есть это уже прессинг идет. И, собственно, отцу, какое вам дело, если два года, он будет совершеннолетний вообще полностью? Какое дело? Я его отец. Вы ему хотите за два года поломать жизнь? Он живет у женщины, у женщины, которая старше его матери. Когда ты понял, что ты мой отец? Мы очень скрупулезно этот вопрос исследовали. Вы знаете, мы были на месте, по месту нынешнего проживания, у этой руководительницы ансамбля. Мы беседовали с соседями, мы также беседовали с коллегами по трудовому цеху. Максима, нет подтверждений какой-то их вот такой близости, в чем упрекает его отец. Ваша честь, у меня тоже есть свидетели. Я хочу представить его и информацию. После смерти матери Максима, это был единственный человек, руководительница ансамбля, которая его поддержала, которая ему помогла. И, собственно, ее предложение то, что вот, ну ладно, побудь тогда со мной, это ничего нет. У мальчика отдельная комната, у него свое пространство, у него мир, уже даже можно, войдя в квартиру, видеть. Это человек самостоятельный. То есть никаких таких подозрений, что вот сожители... Ну а вы, орган опеки, вы знали о том, что ее бывший муж проходит по делу педофилии? Как при чем? Вы обратите, пожалуйста, знаете, вот интересно, вы уже повторяете это пятый раз, даже не осознавая, вы все время говорите, ее бывший муж. Ну, бывший муж. Нет? Ну, бывший, так ну хорошо. Месяц назад был настоящий, теперь бывший. Потому что она с ним развелась. Она-то проходит по делу? Конечно, проходит. Как она проходит? Ну, я не знаю, я, конечно, не могу через это. Вы не знаете, не говорите тогда. Будьте дать ваше заключение. Передайте, пожалуйста. Ваша честь, просто, понимаете, еще классики говорили, что любви все возрасты покорны. Это моя личная жизнь, и я не понимаю вообще, какое право он имеет в нее усыпаться спустя 11 лет. Вот видите, Ваша честь, это вот 16-летняя, если я отвечаю за себя, отвечаю за женщину, ну, не важно, там, за друзей, за свои поступки сам. Значит, я самостоятелен. Я предлагаю в исключительный случай ознакомиться с этим дневником, и тут все будет понятно. Она, оказывается, его еще в 14 лет она его совратила. А здесь это видно. Все. Нет, я все-таки настаиваю на том, чтобы я, как отец, я беспокоюсь за своего сына. И, Максим, поедешь учиться за границу, я тебе оплачу нормальную учебу. И ничего от тебя не нужно. Выучишься, получишь нормальную профессию. Ничего от тебя не нужно. И не будешь бегать с голой жопой по сцене. Пожалуйста, прошу вас, выбирайте выражения. Так, вы просила свидетелей опросить с вашей стороны. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля заинтересованного лица. Свидетель заинтересованного лица, пройдите. Ваша честь, я Щербакова Ирина Анатольевна. Я являюсь создателем и владельцем сайта «Педофилам.нет». Николай Захарович вышел на меня по фамилии мужа, по фамилии педагога своего сына и обнаружил там очень интересную историю про ее бывшего мужа. Он, кстати, тоже был преподавателем танцев, но, слава богу, уже бывшим, поскольку сейчас проходит по уголовному делу по факту развращения лиц, не достигших 18-летнего возраста. Проще сказать, педофил, который использует малолетних танцоров в своих действиях. Но, ладно, бог с ним, он-то будет за это сидеть. А вот его жена, она любит мальчиков постарше, от 14 до 18 лет. Но в нашей стране нет такого закона, чтобы осуждали женщин, педофилок. И поэтому она этим пользуется по полной программе. И я считаю, что просто-напросто нельзя... Нет, простите. Так, вы официальный сайт ведете? Да. Знаете законы, раз ведете официальный сайт? То, что вы сейчас сказали, не соответствует действительности. Дело в том, что у нас есть уголовная ответственность за совершение развратных действий лица, которые достигли 18 лет, вне зависимости от их половой принадлежности, по отношению к лицам, не достигшим 16 лет. Я так называемый возраст полового согласия не устанавливаю. Надо сказать еще какое... Огромное спасибо общественности, что они заставили с 14-ти летний возраст поднять хотя бы до 16-ти. У нас вообще раньше половое согласие было с 14-ти лет установлено. Представляете? Сейчас с 16-ти. Поэтому у нас привлечение к уголовной ответственности в отношении тех, кто совершает развратные действия в отношении совершеннолетних, женщина и мужчина не имеют значения. Не имеет значения. У нас просто в законе нет такого понятия, как педофилия. Она не прописана, буквенно, понимаете, не прописана. У нас просто идет перечень уголовно наказуемых деяний. Заявители считают, что с ней нельзя оставлять с этой женщиной. Понятно. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Если бы он хотел обозначить выгодоприобретателям свою жену, он это указал бы в завещании. Но он этого не сделал. Травма на производстве серьезная вещь. И хорошо, если человек застрахован. Страховая компания покроет ему все расходы. Но если застрахованный погиб, кто получит деньги? Я просто увидел происшедшее выражение, как он мучится. на кухне, в раковину. Не говоря, грезы татка. Присовывает просто на ходу. Это просто какой-то кошмар. Возможно ли ужиться двум семьям в одной квартире, если 45-летняя мама привела к себе в дом нового мужа? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, рассмотрев порядки особого производства заявления заявителей, опросив заинтересованное лицо, также опросив представителей органов опеки и попечительства при общих их заключениях к материалам дела, опросив свидетелей со стороны заинтересованного лица и проведя процесс с обязательным участием прокурора, заявление об эмансипации несовершеннолетнего удовлетворяет и объявляет заявителя полностью дееспособным. Суд и объявляет несовершеннолетнего полностью дееспособным, потому что он достиг возраста 16 лет, с которого несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, имеет постоянную работу по трудовому договору, который позволяет ему самостоятельно обеспечивать себя. После смерти матери заявитель самостоятельно справляется со всеми жилищно-бытовыми проблемами. Он обеспечен жильем, имеет стабильную заработную плату и намерен получить в дальнейшем высшее образование. С учетом этих обстоятельств суд считает возможным объявить вас полностью дееспособным. Суд хотел бы разъяснить вам, что после объявления вас полностью дееспособным вы будете иметь не только гражданские права, но и обязанность исполнять соответствующие гражданские обязанности. При этом часть этих обязанностей и прав вам не будет предоставлена еще до 18 лет. Так, в соответствии с федеральным законом об оружии, вы не сможете иметь оружие до достижения возраста 18 лет. О воинской обязанности и военной службе вас не могут признать на воинскую службу до достижения вам 18 лет. А также в соответствии с федеральным законом о порядке въезда и выезда на территорию Российской Федерации, без согласия родителей вы не можете даже временно покидать территорию Российской Федерации. Эмансипированный несовершеннолетний, то есть вы в данной ситуации вправе совершать любые гражданско-правовые сделки, не испрашивая согласия для этого ваших родителей или органов опеки и попечительства, но и соответственно нести соответствующую ответственность по данным категориям сделок. Суд хотел бы также еще раз обратить внимание, независимо от половой принадлежности лицо, достигшее возраста 18 лет, несет уголовную ответственность по статье 134 УК РФ за половое сношение иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Понятно? Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я не только танцую, но я и в праве сам нести свои ответственности по ступке и действиям. Суд просто попустительствует в этом вопросе. И потворствует, получается, педофилом. А теперь вернемся в зал суда. Истец Ирина Машкова, стоматолог, недавно овдовела. Хочет получить страховку за смерть мужа. Представитель страховой компании не против выплатить истцу половину страховки. Ответчик Анастасия Жданова считает, что все, что осталось после отца, должно по праву принадлежать только ей. Так, с вас ответчик, пожалуйста, доверенность на представление интересов страховой компании через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, я вас слушаю. Два месяца назад на производстве погиб мой муж. Я обратилась к нотариусу. Выяснила, что наследство, все завещание составлено в пользу его дочери от первого брака. То есть все подписано на дочь. И квартира, и все денежные сбережения на книжке. Все полностью, то есть на дочь. Также я узнала, что предприятие, на котором мой муж работает, застраховало всех своих сотрудников от несчастных случаев. Вот такой случай в данный момент и произошел. Страховка к наследству, к завещанию вообще никакого значения не имеет. Там про нее ничего не говорится. Нотариус по запросу получил ответ от страховой компании, в которой была указана сумма страховки и о том, что действительно нет никакого выгодоприобретателя в данном деле. Сумма составляет 1 миллион рублей. Так вот, я не знаю, почему мой горячо любимый супруг лишил меня наследства, то есть никакого завещания, ничего там. Про меня даже речи нет никакой. Но тем не менее, обращаясь к знакомому юристу, я к нему обратилась, он мне посоветовал. Говорит, дело в том, что если я сейчас буду оспаривать это завещание, то у меня ничего не получится. Я проиграю это все дело. Но лишить меня страховки мой муж ныне покойный уже не может. Так вот, я ходила в страховую компанию, мне там дали отказ. Сказали, что уже есть какие-то претенденты. Но мне скажите, какие могут быть претенденты, если я его жена? Я его законная жена. То есть ближе у него нет никаких людей. У мужа кто может быть ближе? Только жена. У меня вот они, пожалуйста, все документы. Я могу это дело все подтвердить. Понимаете, как, ну хорошо, кто может быть ближе? Может быть, ближе его жена. Ну и что, как я могу написать, что в решении сюда написать жена, считаю, что она самый близкий человек, поэтому дать ей деньги? Вы понимаете, ну хотя бы, вот я обратил страховую компанию, дайте мне хотя бы этот миллион рублей. Все дело в том, что он все на нее составил. Все, понимаете, завещание, все на дочь от первого брака. То есть и квартира. То есть в данной ситуации в завещании очень четко указан перечень имущества. Да. Конкретно, то есть какая квартира, какие денежные вклады. Да. Все очень конкретно указано. Единственное, что не оговорено в завещании, это... Не оговорена страховка. Не оговорена страховка, которая... Так, понятно. Так, ваши документы через судебного пристава и завещание передайте мне, пожалуйста. Угу. Так, пожалуйста, представитель страховой компании, я вас слушаю. Да, действительно, данный гражданин, Данилов Петр Евгеньевич, был застрахован нашей компанией. Он застрахован был по единому страховому договору. То есть не индивидуально страховали, а по коллективному страховому договору. Так как это выгодно компании по финансовым соображениям. Но дело в том, что по этому договору выгодоприобретатель, он как бы не назначен в этом договоре. А согласно практике нашей компании, выгодоприобретателем становятся наследники. То есть его дочь и жена. Простите, пожалуйста, а что у вас практика в вашей страховой компании? Она что, как-то от закона отличается, что ли? Нет, ну, по закону все как бы... Значит, поскольку страхование касалось... Это на самом деле личное страхование, потому что вы не можете вообще в целом коллектив страховать. По-любому вы страхуете работников. А работники работают по конкретному трудовому договору и, следовательно, имеют фамилию, имя, отчество. Каждый работник имеет индивидуальный идентификационный номер и так далее, и так далее. В этой ситуации вы не можете отказать наследникам в получении суммы страховки. Согласны вы сам? Это не... То есть, как бы, какая бы практика ни была, но вы обязаны выдать страховую сумму наследникам. Мы не отказываем в этом. Поэтому наша страховая компания согласна поделить эту сумму страховую между двумя наследниками. То есть, между дочерью и женой. Ну, понятно. По 500 тысяч рублей. Понятно. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Позвольте, я не согласна. А почему не согласна? А потому что ей наследство, а мне страховка. Почему, истец? А ей наследство, а мне страховка. Ну, как почему? Она все получила. Она квартиру получила. Денежные сбережения она получила. Ваша честь, это эмоции привладает здесь. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я считаю, что страховка должна быть в полной мере выплачена именно мне. Объясняю. Потому что отец последние полгода проживал именно со мной. А отношения с женой у него были с самого начала непростые. Они вообще в последнее время хотели разводиться. Ну, видимо, по ряду некоторых причин он просто не успел. Вот. И, видимо, может быть, захотелось не расстаться, пожить, а там уже все время. Это ваше предположение, абсолютно. Нет, Ваша честь, я считаю, что, скорее всего, это было именно так. Потому что есть завещание, по которому он лишний раз доказывал то, что он хотел оградить все свое имущество именно от жены. Так как она... Еще раз, еще раз. Ваши домыслы, пожалуйста. Мне достаточно завещания. За данное завещание истом не оспаривается. Ваша честь, я считаю, что если бы он хотел обозначить выгодоприобретателем свою жену, он это указал бы в завещании. Но он этого не сделал. Она вообще в свое время встречалась уже с другим мужчиной. Пожалуйста, я вас прошу. Это все бред. Давайте вы как-то личностные взаимоотношения оставьте еще раз. Давайте так. То есть вы считаете, что поскольку ваш отец в завещании практически абсолютно все завещал в вашу пользу, не завещав своей супруге ровным счетом ничего, то он не указал страховые выплаты в силу каких причин? Незнания. Нет. Ваша честь, договор страхования, он был составлен, по-видимому, очень давно. И когда он писал завещание, он просто об этом мог забыть. Поэтому не упомянул об этом. Я считаю, что это была основная причина неупоминания. Ваша позиция понятна. Вы хотите что-то добавить еще? А я считаю, что мой ныне покойный супруг хотел, чтобы выгодоприобретателем страховки была я. Вот видите, вы говорите, он хотел. Дочь вашего супруга говорит, а я думаю, что он так хотел. Вы будете говорить, а я думаю, что он так хотел. Это не имеет ровным счетом никакого значения, что вы думаете по поводу, кто и что хотел. Есть завещание? Есть. В завещании через запятую указано все имущество. Со свидетельствами о праве собственности все указано тщательно. Почему? Потому что когда нотариус составляет завещание с перечнем конкретного вида имущества, требуются правоустанавливающие документы. У нас человек не может прийти и сказать, знаете, я завещаю свою квартиру своей дочери. И мы говорим, какую квартиру? Вот вы конкретно эту квартиру хотите? Да, конкретно эту. Правоустанавливающие документы. Вписываются правоустанавливающие документы. Есть другая форма завещания. Я могу написать, что я завещаю днем моей смерти все принадлежащее мне, движимое и недвижимое имущество тому-то. Вот в этом случае правоустанавливающих документов не требуется, потому что я предполагаю, вот какое у меня будет имущество, такое и перейдет к моему наследнику. Я могу, например, какое-то имущество продать, я могу его подарить, я могу приобрести другое. То есть если завещание как бы там заранее, заранее составляется, то и дается эта общая формулировка. Все движимое и недвижимое имущество, а имущество у нас с вами деньги. Но есть завещание другое. Например, этому наследнику то-то, а этому наследнику то-то. И поэтому, когда то-то одному, а то-то другому, тоже будут требовать документы соответствующие. Почему? Потому что должен завещатель, он имеет право завещать только то, что ему принадлежит. А когда идет раздел между наследниками, и конкретно для того, чтобы избежать в дальнейшем споров, что имелось в виду, будет установлено, там квартира такая-то, свидетельство о праве собственности номер такой-то, квартира такая-то, свидетельство о праве собственности такой-то. Понимаете, о чем я говорю с детства? Так, суд удаляется, принятие решено. Прошу всех встать. Далее в программе. Я просто увидел, прошло выражение, как он мочится на кухне, в раковину, не говоря грезы цовка. Придумывает просто на ходу, это просто какой-то кошмар. С появлением нового мужа у мамы, семья дочери хочет принудительно разменять удобную четырехкомнатную квартиру. Как матери не допустить разрушения семейного гнезда? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, позицию ответчика по заявленным исковым требованиям и возражение второго ответчика, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяют частично. Суд признает истицу выгодоприобретателем по договору личного страхования ее мужа. Суд признает за истицией право собственности наполовину страховой суммы, подлежащей выплатой по договору личного страхования. Суд признает истицу выгодоприобретателем по договору личного страхования ее мужа, поскольку в случае смерти застрахованной лица выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица. В соответствии с правилами части 4 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истица на момент смерти являла супругой умершего, поэтому независимо от того, какие были взаимоотношения между супругами, она имеет право на следование по закону в соответствии с правилами части 1 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховая сумма, полагающаяся к выплате по договору личного страхования, не указана в завещании, составлена в пользу дочереди. Поэтому в отношении самой страховой суммы наступает наследование по закону. То есть страховая сумма наследуется наследниками по закону. Умершего двое наследников по закону в первой очереди это дочь и супруга. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, поэтому данная сумма делится пополам между истцом и ответчиком. Суд хотел бы разъяснить, что наследник имеет право наследовать сразу по двум основаниям то, что происходит в данной ситуации с вами. То есть вы наследуете по завещанию, по тем перечню имущества, которое вам было завещано. И также наследуете по закону, как наследник в первой очереди. Таким образом, истец, представитель страховой компании абсолютно прав. В данной ситуации вы признаны выгодоприобретателем, как наследник по закону. Поскольку страховая сумма не вошла в состав завещания, то есть у нас с вами завещатель не указал это конкретно как вид имущества, а деньги являются имуществом, то у нас с вами дочь вашего супруга наследует по завещанию то, что указано, и как наследник по закону наравне с вами. Таким образом, страховая сумма будет поделена между вами пополам в равных долях. Истец и ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Вы знаете, очень сложная вещь, вообще вот этот страховой случай. Я не могу писать, вообще абсолютно до меня как-то как не доходит, почему мой муж меня не признал выгодоприобретателем. Почему отец мне не писал страховку, это вообще непонятно. Но я считаю, что все должно принадлежать было именно мне. А теперь вернемся в зал суда. Истцы Елена и Александр Орловы подают иск о принудительном размене квартиры ввиду невозможности совместного проживания. Ответчики Римма Голубева и Сергей Макаров против иска возражают. Пожалуйста, Истцы, кто из вас начнет? Я начну. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу разменять нашу четырехкомнатную муниципальную квартиру, потому что этот кошмар больше не может продолжаться. Дело в том, что моя мама новой мужа, и поначалу я была очень даже этому рада. Но, понимаете сами, несколько лет назад у меня умер папа, и это была большая потеря для нас. Мама вообще не могла найти себе место, она самыми днями плакала. А в скором времени я вышла замуж за Сашу. У нас все было хорошо, мы сразу переехали жить к маме. Но мама, видимо, вспоминала, как ей было хорошо с папой, и очень себя плохо начала чувствовать по этому поводу. Начала плакать, расстраиваться, она впала в депрессию. И поэтому, когда у нее появился новый мужчина, мы этому очень радовались. Но это все было до поры до времени. Год назад он переехал тоже к нам. Мы были не против, места у нас много хватает. Мы с мужем занимаем двухкомнатную смежную квартиру, в нашей четырехкомнатной. Но дело в том, что новый муж, мама, работает таксистом, и это просто полный кошмар. Он стал раздавать наш домашний телефон абсолютно везде, в каждую контору. Нам стали звонить днем, ночью. Он просит, чтобы мы принимали вызовы. Но это же работа, я в дом деньги несу. Неужели ты не понимаешь этого? Для вас же стараюсь в конечном счете. Помимо этого, видите, он меня перебивает, он полный хам. Он, когда приходят ко мне подруги и к моей маме, он может их облапать всех. Ой, ну зачем ты говоришь, ты еще наговариваешься? Ну что ты говоришь глупости? Это мужчина настоящий дикарь. Сам ты дикарь. Ты стыдился бы говорить взрослому человеку, я в два раза старше тебя, отцан. Вы очень не доказательствоведете себя, мы встретимся с вами после суда. Встретимся, встретимся. Хорошо. И поговорим дома тогда. Да, я готов. Вы знаете, как-то раз, я просто увидел, прошу выражение, как он мочится на кухне, в раковину, не говоря грязных носках, и в вещах, мат. Это нереально просто, это жить вместе нам и слушать себя. Подождите, подождите, ответчики, подождите. Но если у вас сложились такие неприязненные отношения, ну почему вы не можете как-то в добровольном порядке решить вопрос о размене квартиры? Объясните мне. Вы знаете, Ваша честь, во всем вина то, что моя дочь меня ревнует вот к моему новому справеднику. Да подождите, ответчик, ну я же не об этом сейчас говорю. Есть наверняка причины, по которым у вас сложились неприязненные взаимоотношения. Но вот вы мне ответьте, почему вы сами не можете добровольно, без суда, разменять квартиру? Ведь вы отказываясь, да, в проведении, так сказать, принудительного обмена, но какие у вас основания к отказу? Вы хотите дальше продолжать жить в такой обстановке? В никаком случае, Ваша честь, мы не возражаем. Но тот вариант, который они нам предлагают, он полностью нам неприемлем. Вот и все, в этом вся заключается проблема. Ваша честь, у нас очень идеальный вариант, мы подобрали с женой, то есть буквально разменять нашу четырехкомнатную квартиру на двух и одну комнату. Квартира-то моя, он теперь же говорит, что наша квартира, его. Простите, она муниципальная. Да, ответчик, забудьте времена, заработал, не заработал, у нас времена поменялись. Вы на нее могли работать всю свою жизнь, вам дало ее, например, предприятие. А теперь государство сдает вам ее в найм за не очень маленькие деньги. Так что квартира муниципальная. Ну, мы не возражаем. Какой вариант? Скажите, а почему в этой ситуации вам двухкомнатная, а вашей маме однокомнатная? Вы знаете, у нас растет маленький ребенок, нам нужна большая жилплощадь, соответственно. Ну, хорошо, подождите, подождите, естественно, у нас уже есть какая-то разумность. Ведь для того, чтобы был произведен принудительный размен, долей, конечно, в квартире нет, но будем так говорить. Ну, потому что нет собственности, долей нет. Но площадь метры, они высчитываются на каждого члена семьи. Ну, и как вы считаете, на каком основании я должна ответчику выделить меньшие метры, чем сейчас у нее есть? Ну, это просто мы так думаем, что это идеальный вариант для размена. Не думает так ответчик, что это идеальный вариант. Дело в том, что у нас 92 квадратных метра, вот в нашей квартире, из них 78 жилых, а у нас проживает пятеро человек. То есть мы с мужем и наш маленький ребенок, а их двое. Поэтому мы и хотим разменять на то, чтобы у нас была двухкомнатная квартира и им однокомнатная. Нет. Вы будете каждый раз приходить к тому, что ответчики, на долю ответчиков будет причитаться меньшее количество метража. А не невозможно проводить принудительный размен при значительном ухудшении жилищных условий. Ну, невозможно. Ну, с ними жить просто невозможно. Он не закрывает дверь. У нас маленький ребенок, это опасно. Отец, я об этом и говорю, что сейчас вот новый муж вашей мамы расскажет мне все про вас плохое. Вы сейчас расскажете все про него плохое. Потом еще раз про вас плохое. Вы еще раз про вашу маму и ее нового мужа расскажете. Это может продолжаться до бесконечности. Очень просто. Задачка, она простая. При принудительном размене подобранные варианты должны. Вы можете подобрать только квартиру того же правового режима. То есть только по договору социального найма. Кто те, которые... Правильно? Правильно. Дальше. Те варианты, которые предлагаются, если там есть вариант коммунальной комнаты, будут учитываться возраст вашей мамы. И вполне возможно, что и не дадут никогда на это согласие. Потому что если человек в силу пенсионного возраста, я прошу прощения, там, он не может быть переселен изначально в коммунальную квартиру, потому что считается по нашему закону нетрудоспособным в связи с достижением пенсионного возраста. Отдаленность от работы, отдаленность от поликлиники. Это все вещи, которые учитываются. Но даже сейчас выглядит ваш вариант, который вы предлагаете, что вы предлагаете метраж меньше, чем есть сейчас. То есть заведомо ухудшаете положение. Жилищное условие. Они нам вообще предложили квартиру, которая находится на окраине города. Матвей, ну тогда живите в том, что вы живете. Тогда я никак не могу понять. Если вы не можете между собой договориться, ну не можете. Ваши дети считают, что справедливо, если будет учитываться, что ребенку нужно жилье. Вы считаете, что вам предлагают маленькую квартиру. Живите тогда, ругайтесь дальше. Это ваша честь. Мы сначала все как бы было нормально. Ну и сейчас не нормально. Сейчас стало не нормально. Так вот мы и пытаемся... Мы не против размена, но вы правильно сказали. Ну вы найдите какой-то вариант. Вы знаете, как-то удобная очень позиция. Вот это нам не подходит, и это нам не подходит. Это тоже нам не подходит. Вы найдите вариант. Что вам мешает? Либо живите в том, что вы живете. Они нас не слушают. Они не хотят вообще помогать нам в этом поиске. Они считают, что все нормально так, как есть. Давайте, вы так хотите что-то сказать, скажите, пожалуйста. Они сами ничего не хотят предпринять, чтобы улучшить свои условия. Они хотят нас, двоих пожилых людей, уже не молодых, куда-то на выселке, понимаете, или в хрущеву. Послушайте, 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 а вы не пробовали как-то, ну, как вам сказать, как-то наладить отношения внутри семьи? Пробовали, конечно. Что у вас за странная позиция? Вы приходите в семью. Я прошу прощения. Вы приходите в семью, которая до вас жила. Со своим укладом, со своими какими-то правилами, со своими взаимоотношениями, обидами, радостями, еще чем. У них был свой уклад. Вы приходите, считаете, что вы должны установить свои правила, всех учить, что им делать, как им жить, как им поступать, с какой стати. Они взрослые люди. Они сами знают, как им поступать. И они не хотят отвечать на ваши звонки, если это связано с вашей работой. Они вправе это сделать. Или только ваши требования являются правильными? Я же для всех хочу сделать лучше. Я же деньги зарабатываю. Это моя работа. Они не просят для них это делать. Вы не пробовали спрашивать, нужно то, что вы делаете или нет. Никогда не пробовали спрашивать. Они же сами форменные бездельники. Вот он вообще... Послушайте, это их право. Но вы пришли в эту семью. Не они к вам пришли, а вы пришли в эту семью. Нет, мы не возражаем, чтобы найти нормальное. Но это нужно сесть тогда вместе с ними. Они так, как они подобрали нам варианты, нам предложили. Ну, да кому, простите, пожалуйста, ответчик, нужно сесть. Кому нужно? Кому? Вот дочь с зятем, и мы вдвоем сядем. То есть без меня. Все-таки без меня. Конечно, конечно. На самом деле с этим человеком вообще невозможно договориться. Так, все, возвращаемся к пункту первому, о котором я говорила. Дайте все ваши документы, договоры, оставайтесь на месте. Ваша честь, это все-таки квартира, с которой нам нашли. Я хочу сказать свое слово. Она находится там далеко, мы, может быть, даже бы не возражали. Отличек, 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 я способна все понимать с первого раза. Да, пожалуйста. Когда я что-то с первого раза не понимаю, я не стесняюсь задать вопросы для того, чтобы уточнить то, что я не поняла. В этой ситуации я поняла, какую квартиру вам подобрали. Суд удаляет свое принятие решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСОВ, возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, в иске о принудительном обмене жилой площади считает необходимым отказать. Действующее жилищное законодательство допускает принудительный обмен жилого помещения, занимаемого по договору социального найма. В данном случае, хотя ИСОВ и подобрали для принудительного обмена жилую площадь того же правового режима, а именно социальный найм, суд отказывает в иске по следующим основаниям. Предлагаемое для ответчиков жилого помещения является однокомнатной квартирой, размер жилой площади, которая составляет 20 квадратных метров, что значительно менее их доли жилой площади, которую они занимают в настоящее время, поскольку в настоящее время на ответчиков приходится 31,2 квадратных метра жилой площади. Однокомнатная квартира находится в районе отдаленном от настоящего места жительства. В данной ситуации ответчица, поскольку продолжает работать, будет вынуждена менять место работы из-за отдаленности своего нового места жительства. В случае принудительного переселения ответчица будет вынуждена много времени терять к месту проезда и обратно, то есть с работы домой и из дома на работу. И в данной ситуации, с учетом ее возраста, суд считает, что это будет являться для нее дополнительной физической нагрузкой. Кроме того, увольнение ответчицы с прежнего места работы может ввести ее в режим понятия безработной. И в этой ситуации это может привести к тому, что на государство будет возложена дополнительная обязанность по задержанию ответчицы как безработной. Суд считает, что указанные доводы заслуживают определенного внимания, которые были приведены ответчикам в судебном заседании. И на основании этого считает необходимым удовлетворение ваших заявленных исковых требований отказать. Из цели ответчики суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Очень жаль, что суд нам не помог. Ну что ж, будем пытаться решить конфликт самостоятельно. Я квартиру молодым, конечно, не отдам. Но поскольку я не враг своей дочери, то я считаю, будем собираться, рассматривать столько вариантов, чтобы они подошли и нам, и молодым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова